Алексей Викторович, есть ряд вопросов, которые уже поступили. Вот давайте начнем с вопроса, который, так сказать, на повестке. Салют на 9 мая будет или нет? Может лучше отменить и перечислить эти деньги в фонд помощи пострадавшим от коронавируса? Правильное предложение. Салют будем отменять. Единственное, эти деньги не сможем перечислить, потому что уже контракты разыграны, заключены, и их отмена будет приводить к последствиям определенным. Насчет перечисления средств фонд помощи, просто будем другие источники брать. Так, Алексей Викторович, сайт «Колючий Саров». В Саров приезжал чиновник ФМБА и велел ввозить монахинь из Дивеева. Расскажите, как было дело, кто оформлял пропуска, с кем согласовывались со стороны режима? На самом деле у нас федеральное медико-педагогическое агентство, как мы помним, была медицинная катастрофа и ЧАЭС. Всегда это специалисты высшей квалификации, которые участвовали в лечении тех людей, которые пострадали при различных событиях. И я могу сказать, что у нас, если происходит сложная авария где-то поблизости от нашего города, у клинической больницы тоже есть право привезти человека, оказать медицинскую помощь в соответствии с принципами гуманизма и склятвы Гиппократа. Поэтому то, что касается отделения клинической больницы в монастыре и лечения монахинь, все это делается в соответствии с теми правилами и теми регулирующими документы, которые согласованы на уровне ФМБА и Коскорпорации Росатом. Здесь никаких нет чудес. Делается это в исключительных случаях для того, чтобы спасти жизнь человека. Это нормальный подход врача, нормальный подход профессионал-медик. Так, Алексей Викторович, вопрос наговорит Саров. Какой смысл в самоизоляции, если на проходных в НИЭФ очереди по километру выстраиваются? Ну, вы знаете, вообще по километру очереди, наверное, потому что люди пытаются самоизолироваться, я по крайней мере надеюсь. Но вот Валентин Ефимович всегда на это обращает внимание, и он всегда очень бережно относится к здоровью всех сотрудников Российского федерального ядерного центра, и на всех совещаниях, на всех встречах он всегда это во главу угла ставит. И требует неукоснительного соблюдения всеми руководителями правил, норм обеспечения безопасности своих сотрудников и жителей города. Ну и могу сказать, что помощь в НИЭФ, то, что делается по решению Валентина Ефимовича, она простирается за пределы ВНИЭФ. То есть, Валентин Ефимович, как такой настоящий директор, думает обо всем городе. Угу. Так, с сайта Колючий Саров. Мне 53 года, думаю, что нахожусь в зоне риска. 30 апреля начальник участка вызывает на субботник по благоустройству города, хотя я электромонтер. Говорит, что решение было принято на совещании в Сером доме. Правда ли это? Ну, если под Серым домом понимают наш дом, то могу сказать следующее, что решение о возможности привлечения людей к традиционным весенним субботникам по благоустройству городских территорий принималось на уровне губернатора Нижегородской области с соблюдением обязательных норм и правил самоизоляции и социального дистанцирования. То есть, все это возможно. Мы с вами в магазины ходим, мусор выносим. То есть, мы себя не лишаем этого, как говорится, удовольствия. Что касается субботника, то всегда после зимы у нас скапливается много разнообразного мусора. Я тоже планирую завтра принять участие в субботнике. Так что это нормальная, абсолютная история. Хорошо. Вопрос, который нам задали по телефону 307-4 с нашим слушателем или зрителем. Когда откроется кладбище и почему не поливает улицы, когда метут? Нина задала этот вопрос. Даже два, наверное. Кладбище откроется тогда, когда мы снимем режим самоизоляции, установленный, повышенной готовности, установленный в Нижегородской области. Вчера Владимир Владимирович Путин объявил, что 5 мая будут объявлены меры постепенного снижения режима повышенной готовности. И каждый регион будет вводить или выходить из этого режима плавно с учетом эпидемиологической ситуации. На кладбище сегодня, в соответствии с указом губернатора, допускают только лишь людей для осуществления захоронений. Причем группа людей не должна превышать 10 человек с учетом мер социального дистанцирования. Это однозначно. По уборке улиц у нас есть в Умном Сарове, можно увидеть это на смартфоне, график всех уборок. Можно посмотреть, как они проводятся. И что касается полива улиц, то у нас сегодня обрабатываются тротуары, зоны перед магазинами и автобусные остановочные комплексы. То, что на улице. А во дворах обрабатываются раз в неделю детские площадки. Они закрыты для детей, но раз в неделю их поддерживают в таком состоянии. Почему в автобусах ГОР Автотранса кондукторы собирают плату за проезд без средств защиты и не соблюдая необходимую дистанцию? Хорошее замечание. Передам это руководителю ГОР Автотранса с требованием привлечь к ответственности. Хорошо. Вопрос говорит Саров. Почему так много противоречивой информации в СМИ о количестве заболевших, об их состоянии? Неужели так трудно наладить взаимодействие между службами и держать людей в курсе? Ну, правильное замечание. Я вижу так, что некоторые наши ресурсы публикуют инсайдерскую так называемую информацию, которая не всегда отвечает действительности. Это первое. Второе. Сама по себе информация ежедневно обновляется и, конечно, нужно следить. У нас есть группы заболевших, которые лежат в стационаре. У нас есть инфицированные, которые находятся дома. У нас есть группа контактов. У нас есть тех, кого отправляют на лечение в другие лечебные учреждения. Есть выписывшиеся или снятые с режима карантина, с режима коронавирусного, изоляционного режима. Поэтому ежедневно эта информация обновляется и уточняется. Но надо будет... Я дам поручение пресс-службе, чтобы более четко обновляли информацию и просим просто использовать официальные источники. Так, МУП «Горводоканал» обязали обеспечивать дезинфицирующими растворами МУДЭП, МУП «Центр ЖКХ» и МУП «Городские общежития» и войсковую часть. А остальные городские управляющие компании должны приобретать растворы за свой счет. Им помощь будет? Отмечается, что сейчас жители стали оплачивать коммуналку хуже. Все проблемы по управляющим компаниям я бы предложил посылать нам, потому что мы формируем для Нижегородского правительства все такие истории, связанные с недополучением средств, с ухудшением сбора платежей, с дополнительными затратами. И будем добиваться компенсации этих дополнительных затрат. Поэтому просьба не забывать про это, просьба смотреть смету своих затрат, ну и своевременно их предоставлять. Так, вопрос от Сева Смыслова, нашего постоянного участника разговоров. Вопрос, на мой взгляд, немножко странный, тем не менее. Алексей Викторович находится в городе или уехал? Подтвердите свое присутствие в городе. Я могу себя ущипнуть, или что мне надо сделать? Или могу выйти на улицу и показаться? То есть я все время в городе, я все время на работе. Я в выходные на работе появляюсь, и с этой точки зрения, ну и на телефоне постоянно. То есть многие вопросы решаю в ночное или раннее утреннее время. Почему оказывается помощь только многодетным? А семьям, где мама с одним ребенком, а отец не платит элементы, помощи не получают? Да, знаете как, есть просто государственные программы помощи многодетным, и они осуществляются по таким правилам, что если в семье три ребенка до совершеннолетия, то тогда им оказывается помощь. Если один хотя бы уже старше, то им помощь не оказывается. Про конкретный случай, когда мама фактически одиночка, я предлагаю тоже обращение написать на мое имя. Мы посмотрим, чем мы можем помочь. У нас в группе «Говорит Саров» много вопросов по мусору. Я просто обозначу, что у нас два дня назад был в эфире директор департамента городского хозяйства Сергей Иванович Лобанов. С темой подробно обсуждалось. И, Алексей Викторович, если вы не возражаете, мы все эти вопросы соберем и адресуем туда, чтобы не тратить время. Это будет самый короткий путь, самый правильный. Сергей Иванович на постоянном контакте с рего-оператором и может тут же принимать решение. Так, вопрос от Ирины Кирюхиной. Выписывает ли реальные штрафы за несоблюдение режима самоизоляции? По-моему, все просто о нем уже забыли. Нет, у нас ежедневно оформляются протоколы. Протоколы направляются в суд, и обязательно так называемые письма счастья будут приходить. Поэтому я все-таки советую всем жителям города следовать этому режиму самоизоляции. Но не только в страхе получить штраф, а просто исходя из того, что вы себя бережете тем самым. Самоизолируйтесь, либо держите социальную дистанцию. Это требование обязательное ко всем. Так что, ну, реально, будьте бдительны. Почему не всем гражданам полагается выплата на несовершеннолетних детей? В ЦЗ сказали, что только тем, кто успел стать до 1.03. А как быть остальным? До 1.03. У нас на сегодняшний момент все эти меры государственной поддержки, они адаптируются к условиям. Были, значит, изначально заявлялись одни критерии. Сегодня критерии меняются, потому что все видят, что режим самоизоляции удлиняется, режим нерабочих дней удлиняется. И у людей нет возможности заработать деньги себе на жизнь. Поэтому, первое, надо обязательно написать этот случай, написать нам обращение. Мы на основе этого обращения пишем обращение в Павлической Нижегородской области с тем, чтобы включить... А можно табличку на дом? Можно. А вывеску на всю стену? Можно. Сергей. Да, да, я слышу. Реклама. Да, небольшой сбой по рекламе сейчас восстановил принудительно. Так, вопрос следующий. Сергей, давайте я сейчас задам вопрос. Да? А что, я уже задавал, да? Да, ты вне очереди. Виноват. Реклама виновата. Да, сбила нас. Алексей Викторович, вопрос с Говорит Саров. Как в Нижегородской области будет исполняться поручение президента о выходе из режима самоизоляции? Ну, мы с вами вчера слышали выступление президента. То есть, 5-го числа будут даны рекомендации Госсовета всем губернаторам о том, как выходить плавным образом. То есть, я так понимаю, каким дополнительным бизнесом можно будет открыться. Как организовать работу школ, как организовать работу дошкольных учреждений, спортивных залов и всего остального. И эти рекомендации будут переданы губернаторам. Губернаторы будут их принимать с учетом конкретной эпидемиологической обстановки на территории. Ну, к сожалению, мы видим сегодня, в Нижегородской области находятся в числе передовиков, да, по числу заболеваний. Мы находимся там с переменным успехом либо на 4-м, либо на 5-м месте. И поэтому решения по снятию, я думаю, будут приниматься, исходя из конкретной обстановки. Я так понимаю, вот у меня серия вопросов, они все, в принципе, про одно. То есть, спрашивают, заработают ли детские сады 12 мая, да, как детские сады будут работать до 30 апреля. И спрашивают про лагерь «Березка». Деньги проплачены, отменят ли смены или только первые? Как вообще будет складываться ситуация по сменам в детских лагерях? По детскому саду ясность есть. Сегодня у нас открыт дежурный детский сад. Он работает в соответствии с заявками, кому нужно детей своих сдать в детский сад. Будет нужно второй открыть, откроем второй. Но точно не откроем все сады до снятия режима самоизоляции. По пионерскому лагерю «Березка» или детскому лагерю «Березка» вряд ли мы откроем первую смену, пока, во всяком случае, нет таких указаний, что нужно к этому готовиться. Я надеюсь, что вторая и третья состоятся. Хорошо. Вопрос от Вадима, нашего зрителя либо слушателя. Существует ли в Сарове мобилизационный резерв, включающий в себя средства индивидуальной защиты? Маски, защитные костюмы, халаты и так далее? У нас на сегодняшний момент есть определенный набор запасов в нашем муниципальном учреждении ГОЧС. Это костюмы, маски, очки, перчатки. Но это в основном запас такой точно совершенно не на всех жителей города. Это только на тех, кто привлекается у нас к санообработке территорий. Плановых запасов на весь город сегодня нам никто не ставит. Это было в советское время, когда мы защищались от возможного ядерного удара и хранили противогазы и многое другое. На сегодняшний день у нас остались только вот эти противогазы с прежних времен. Поэтому сегодня такого требования у нас нет. Охраните запасы. Ну и, соответственно, всем необходимо заботиться о том, чтобы такие материалы дома были. Насколько я понимаю, мы решили все вопросы, связанные с вывозом мусора, адресовать Сергею Ивановичу. Поэтому здесь вопрос параллельно на 46 спрашивает про машины заезжающие. Это мы, естественно, переадресуем. Далее Георгий Корабельников. Справка, выданная в НИЭФ о том, что работаешь достаточно для предъявления сотрудникам по работе на ИЛИС работы. Ну, надеюсь, что достаточно. Но рекомендация по QR-коду, она как бы сохраняется. Единственная проблема, что работникам в НИЭФ нельзя заходить со смартфонами на территорию площадок. Поэтому, думаю, вот этот документ, справка в НИЭФ и объяснение, что у нас площадка, и на нее нельзя заходить с смартфоном, это будет работать вполне. В группе, говорит Саров, много вопросов, касающихся дистанционного обучения и прочее-прочее. Я просто хочу анонсировать, завтра у нас также в 2 часа будет в прямом эфире замдиректора департамента образования Вячеслав Мухин. Эти вопросы мы, наверное, адресуем туда. И поэтому, значит, вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, достроить ли новую 11-ю школу в срок и детский сад в 21-м микрорайоне, когда построят? Ольга Мельник спрашивает. По 11-й школе у нас строительство идет хорошими темпами. И самая главная проблема, которая на сегодняшний день у нас есть, это перенос финансирования с 21-го года на 20-й. Мы пока занимаемся этим, значит, убеждаем область, что нужно перенести, чтобы строители, которые набрали очень серьезное темпо, могли заканчивать эту работу и не уходить с объекта. То есть в любом случае будем стараться сделать максимальным образом эту работу. По детскому саду у нас проектирование идет, и по планам мы его должны будем строить, конечно. Остановки около 3-го КПП поставлены, но там нет лавок и прочего элемента благоустройства для людей. Про них забыли или доделают? Обязательно доделают. Но там одна лавка была сломана, которая ближе уже к городу. Ее, я надеюсь, уже заменили. Но обязательно сделают, конечно. Так, Ирина Кирюхина. Въезд в Нижегородскую область ограничен на праздники. У нас на 5-м КПП будут ли стоять кордоны? Это ведь граница с Мордовией. Ну, у нас с вами граница с Мордовией проходит по северной части нашего города. Все остальное – это Мордовия как таковая. Кордонов не должно быть. Здесь будут наверняка стоять посты либо на повороте на Жигаловском. Но, опять же, правила таковы, которые утверждены указом или распоряжением главы Республики Мордовия. Если вы едете к себе на дачу, и вы не собираетесь ни с кем встречаться, то тогда вас пропускают. И вы соблюдаете на даче режим самоизоляции и посылаете соответствующую СМС-ку в МЧС Мордовии, что вы там. Чтобы они могли проверить ваше нахождение по мобильному оператору, по данному геолокации. Если вы с кем-то контактируете, то тот, с кем вы контактировали, он сядет на 2-недельный карантин. Поэтому для того, чтобы никого не подставлять, лучше ехать спокойно на свой земельный участок и спокойно делать работу. А все встречи перенести на более поздний период. Смотрю по телевизору и показывают, как Москву и прочие города периодически заливают дезинфицирующим раствором из автоцистерн. Я редко выхожу из дома, может не заметил, у нас такая практика есть. Поливаются ли хотя бы те места, где часто ходят горожане? У нас обрабатывают тротуары, у нас обрабатывают остановочные комплексы, у нас обрабатывают площадки перед крупными торговыми центрами. Я сейчас ехал с обеда, точно это не для меня постановка была, но стояла машина, белая газель, и работник наш в белом костюме, который как раз выделили ГОЧС в очках, обрабатывал из керфера остановочный комплекс. Хорошо. Вопрос, говорит Саров, не первый раз спрашиваю, то есть в Ленсе уже есть эти вопросы. Можно ли как-то ослабить режим самоизоляции для общежития? Люди воют от тоски, и общество друг друга процветает, алкоголизм. Очень сложная тема. Мы с вами опять же помним Булгакова, мастера Маргариту, что москвичи какие они? В общем-то, они хорошие люди, но их всех испортил же личный вопрос. Очень сложно жить на небольшой площади разным людям, но пока самоизоляция не завершится, с этим сложно что-либо будет поделать, потому что таковы правила, и именно благодаря самоизоляции сегодня темпы распространения заболеваний в России в разы меньше, чем в Белоруссии. Вы посмотрите, Белоруссия маленькое государство, 10 миллионов человек, уже у них больше 10 тысяч заболевших. В России на сегодняшний день при населении в 14 раз больше 100 тысяч. То есть нужно беречь себя и нужно потерпеть. Проводятся ли тестирования на ковид соцработников, ухаживающих за пенсионерами и инвалидами, а также волонтеров? Ну, правила тестирования, они установлены не нами, это Роспотребнадзор, главный санитарный врач. Нагрузка на них очень большая, они работают почти круглые сутки, они работают с группами контактов, они работают с теми, кто находится в зоне риска. Количество тестов перевалило за тысячу, здесь же тоже выполняет тестирование и клиническая больница. По соцработникам, если это подъезд, который на карантине, то, думаю, этот вопрос надо ставить, надо его решать. Хорошо, вопрос от Любови Николаевны, нашей телезрительницы. Будет ли автобус в сторону огородов мотора городков в связи с закрытием Балыковского КПП? То есть, вот имеется в виду пешеходное КПП? Ну, знаете, вот по опыту других городов, наших закрытых, там есть четкая рекомендация. Никаких огородных рейсов, дачных, на эти праздники до снятия режима самоизоляции не организовывать, потому что там не обеспечишь дистанции, там не обеспечишь надлежащей обработки, контроля. Поэтому, вот не думаю, что мы будем действовать как-то по-другому. У нас с вами все-таки достаточное число людей, находящихся в группах контактов и зараженных. Спрашивают про ремонт дорог. Все ли идет по плану и когда завершатся ремонтные работы по ямочной и восстановительной? Ну, если говорить про полный объем ремонтных работ, который запланирован с учетом недавно проводимого конкурса, то срок 20 август месяца этого года. То есть мы к этому моменту должны завершить полностью ремонт дорог. А так, на сегодняшний день ремонт идет с учетом погодных условий. В дождь асфальт не кладем в лужи, то есть здесь погода вносит коррективы. Но движемся нормальным образом. Вопрос от Ольги Ермошкиной. Когда все-таки планируется реновация улицы Зернова? Ну, вы видите, по улице Зернова сегодня два дома находятся под перестройкой. Зернова 43. Мы видим, заливка идет, установка арматуры, заливка бетона. Зернова 24. Две трети дома снесли, одну треть пока остановили. Чисто из-за этих вот изоляционных и карантинных мероприятий. То есть там, где у нас работники работают с территорией с большим числом заражения, мы их в город не пускаем. Более того, даже вот вчера я, например, запретил въезд 26 сотрудникам Центра ЖКХ из Ордатова, потому что им нужно ехать через Дивеево, потому что у них среди их коллектива один человек с положительным тестом на коронавирус. И нам нужно и город чистить, но при этом мы не можем рисковать здоровьем наших горожан. Анна Кузнецова уточняет, про которую я говорил, что она писала про мусор. На самом деле она пишет про тротуар на Ленина 46. Что-то с ним не так. Я так полагаю, нужно отправить, наверное, на умный Саров по большому счету, потому что я так понимаю, что он продолжает работать в этом режиме. Конечно. Надо сфотографировать проблему, описать ее, она пойдет в работу. То есть это уже автоматически все происходит. Конечно. Открыть сбор помощи людям, пострадавшим от коронавируса. Как будут определять, кто именно пострадал, кому выплатят эту помощь, сколько и как попасть в этот список? В любом случае нужно написать заявление с изложением конкретной жизненной ситуации. Первое. Второе. Фонд социального развития, у него есть правление, куда входят депутаты городской думы, глава города, как председатель этого правления. Входит один представитель администрации. Будем предлагать, будем советоваться, чтобы эти средства доставались ровно тому, кому они нужны. Вопрос задавался в прошлый раз. Наверное, появилось еще большее понимание по этому поводу. Соответственно, спрашивают про огородно-садовый сезон, который неизбежно начнется. Да, уже начали работать магазины, которые продают садовый инвентарь. Как будет реализовываться проезд пожилых, особенно людей, у которых только кнопочные телефоны и все прочее? С кнопочными телефонами, да. Здесь с QR-кодами, конечно, сложно. Сложно будет. По-видимому, придется либо прибегать к помощи своих детей и внуков, чтобы они помогли получить этот заветный QR-код, либо какой-то бумагой запастись, что дачный участок есть, который необходимо привести в належащий вид после зимы. Конечно, лучше бы попросить родственников помочь получить этот QR-код. Хорошо, еще вопрос, который, я уверена, волнует многих меня, так точно. Когда уже откроются парикмахерские? Да, вопрос очень такой животрепещущий. Мне самому очень хочется, чтобы он поскорее открылся парикмахерские. Но боюсь, что до снятия режима самоизоляции до 12 мая вряд ли что-то произойдет позитивное. Поэтому надо набраться терпения, ну, либо какие-то методы использовать старые, как это... Просить родственников, в общем. Ну, вот как раньше мужчины брились топором, там, либо поджигали волосы и окутывали мокрым полотенцем. Шутки шутками, да, но, к сожалению, пока вот так. Да, у нас тоже пользователи шутят к предыдущему вопросу. Внуками, говорят, надо запастись для начала пожилым людям, которые ездят на сады и огороды. Да. Вопрос такой. При режиме самоизоляции можно ходить в ближайший магазин. А как насчет рынка АСС? Он не расположен ни с одним жилым домом рядом, соответственно, не будут ли там искать нарушителей режима? Вы знаете, на сегодняшний день у рынка АСС они разрешение на работу получили. То есть, в этом смысле, если вы едете на рынок, то и вам, ну, за конкретными видами продуктов, которые вы не можете купить в других местах, ну, по-видимому, рациональные объяснения будут восприняты. Единственное, то мы сейчас отрабатываем тему, что на рынке работает шесть торговцев из Ордатова. А в Ордатовском районе конкретно два населенных пункта, Кужиндеева и Михеевка, в них есть работники монастыря, которые на сегодняшний день фактически не работают. И эти работники, они инфицированы. Поэтому мы по Ордатовскому району, по многим направлениям, просто принимаем жесткие меры двухнедельной изоляции. Так, у нас осталось две минуты. Сергей, по вопросу? Да. Вопрос от Анны Шиченковой. Просчитывался ли вред, который будет нанесен экологией в связи с огромным количеством дезинфицирующих средств, которые используются сейчас? Делаются ли замеры в реке Сатис? Анна, могу вас успокоить. Мы используем очень щадящее средство, это гипохлоид натрия. Именно этим средством обрабатываются все сточные воды города Сарова. Это реактив, который разлагается легко, и, собственно, он ничего не дает, кроме солей хлора, которых у нас, в принципе, достаточно. Натрий хлор, мы с вами знаем, любимая всеми поваренная соль. Поэтому замеры делать будем, они всегда на сточных наших очистных проводятся, но я не ожидаю каких-то катастрофических последствий. Финальный вопрос тогда спрашивает. Вот у нас глава администрации отвечает раз в неделю. Каким образом оперативно можно связаться, каким образом можно подать запрос или вопрос на главу администрации в обычном режиме? Любым удобным способом. Есть электронная почта помощника, то есть можно на сайте администрации получить, найти адрес и написать. Есть телефон приемный 97770. То есть в этом смысле все, что вам удобно, пожалуйста, используйте, звоните, пишите, будем отвечать. У меня прямо буквально одно слово. У нас есть здесь большое обращение от Ильи Волкова, касающееся транспортной обеспеченности жителей Яблонево-Сада. Мы его передадим тогда вам в письменном виде, Алексей Викторович, потому что это явно... Можно сразу Сергею Ивановичу Лобанову, поскольку это чисто его... Да, потому что это явно не формат нашего сегодняшнего обучения. Все, спасибо огромное. Сергей, спасибо. Спасибо, Галина, спасибо, Алексей Викторович. Всего хорошего. Наверное, до следующей среды получается. Да, да, до следующей встречи. Спасибо большое, хорошего дня. Спасибо, до свидания. До свидания.